Открытие промышленных предприятий, гостиниц и баз отдыха. В областном Акимате прошло совещание с представителями бизнес-сообщества. На встрече подвели итоги развития предпринимательства за ушедший год и наметили планы на 2016-й. Кристина Горбаченко расскажет, сколько в области появилось субъектов бизнеса и какую господдержку они получили. Представителей североказахстанского бизнес-сообщества приветствовал Акимобласти. В своем докладе Ерик Султанов рассказал, каких результатов добились в 2015-м предприниматели. Сегодня в регионе активно работают более 34 тысяч субъектов малого-среднего бизнеса. Кстати, многие активно пользуются господдержкой. Несмотря ни на что, сегодня Казахстан продолжает обеспечивать малый-средний бизнес новыми программами, субсидиями. Я могу назвать только цифры, такие как дорожная карта бизнеса. На последние пять лет профинансировано 87 миллиардов тенге по североказстанской области. В том числе 2,5 миллиарда тенге в 2015-м году. Самый большой показатель у нас в 2015-м году и мы в числе лидеров в республике. Я не считаю, что мы здорово сработали. Где-то все равно не доходим, не дорабатываем, где-то не оказываем необходимую поддержку предпринимателям. Подробнее о том, как развивается в регионе предпринимательство, рассказал заместитель Акима области. По данным Мухтара Манкейва, в малом и среднем бизнесе занято 106 тысяч человек. На заводах и в производственных цехах в прошлом году выпустили продукции на 108 миллиардов тенге. На 16 заседаниях регионального координационного совета под вашим председателем, Евгений Камзинович, одобрена 251 заявка, что на 13% больше прошлого года. Сохранено более 5000 действующих рабочих мест и создано более 1000 новых рабочих мест. В прошлом году в регионе открывались рестораны, базы отдыха, детские развлекательные центры, торговые дома. По карте индустриализации в Северном Казахстане в эксплуатацию введены 15 проектов. Еще 12 планируется включить в программу в текущем. Их общая сумма почти 4,5 миллиарда тенге. Открытие новых производств позволит создать 524 рабочих места. В целом, ушедший год принес неплохие результаты. По словам Мухтара Манкеева, для закрепления успехов вважна совместная работа. Сегодня банки второго уровня, фонд «Дому» и «Облакимат» подписали соглашение о сотрудничестве. В завершении встречи Эрик Султанов вручил дипломы лауреатам и победителям регионального конкурса «Лучший предприниматель 2015 года». В номинации «Лучшая женщина-предприниматель» победила Оксана Асачия из Акжарского района. Свой бизнес она начинала с розничной торговли, а сейчас продукты питания выпускает сама. Открыли пекарню, обеспечили полностью население хлебом двух поселков. В декабре открыли цех по производству полуфабрикатов. Спасибо всем за поддержку, за высокую оценку нашей деятельности. Будем дальше развиваться. За вклад в социально-экономическое развитие региона и отдельно в отрасль предпринимательства ряду североказахстанцев глава региона вручил благодарственные письма.